Швим вата шадая нитьям, гринанта счаста чештитам, колено на тебе гони, бхагаван бешатэхридзи. Очень сильный стих, может быть, кто-то из вас захочет его выучить наизусть, это 2, 8, 4. Перевод Шива Парупады. В сердцах тех, кто постоянно слушает Шима Бхагаватам и старается понять то, о чем в нем идет речь, очень скоро появляется, очень скоро проявляется Личность Бога Шипиши. Еще раз внимательно читаем. В сердцах тех, кто постоянно слушает Шима Бхагаватам. Если человек, то есть такая книга, такая книга необыкновенная. То есть то, что заложено в этой книге, то, что написано там, то, что описывается там, обладает таким могуществом, что когда человек читает Шима Бхагаватам и старается понять, важный момент, старается понять, на санскрите это будет звучать, Шима Бхагаватам Шадая Митям Гринантаща, Сва-чешти-там. Сва-чешти-там означает со старанием. Гринантаща, Сва-чешти-там. Усваивает содержание со старанием. Он пытается понять, о чем там речь. Но когда человек слушает и пытается разобраться, о чем там речь, то тогда очень быстро колено нати-дергани. За очень короткое время, очень быстро, Бхагаван дышат-техиди. Бхагаван проявится в сердце такого человека. Он просто, знаете, ему так интересно, что за человек? Мне нравится, я хочу с ним общаться. Если человек слушает Шима Бхагавата, пытается разобраться в темах, которые там описаны, то это настолько привлекательно становится для Бога, что он проявляется в сердце такого человека. И тогда счастье, вот мы тут рекламируем, это называется сознанием Кришны. То есть когда человек будет сознавать Кришну, он должен быть счастливым. Для чего это происходит? За счет слушания, попыток понять Шима Бхагавата. Приходит сознание, которое привлекает Кришну, а значит привлекает вечное счастье. Комментарии Шима Бхагавата. Всевдопреданные, то есть преданные материалисты, горят желанием увидеть Господа лично, не обладая необходимыми для этого качествами. Это классика. Хочется уже счастья здесь и сейчас, и для этого ничего не хочется делать. Вот мне нравится это сознание, нравится. Я сейчас приду на работу, представьте, вы приходите на работу, здрасте, я к вам, справиться. А что вы можете делать? Да ничего. Могу зарплату получать. Будете мне 100 тысяч в месяц платить. Хорошо, ладно. Хорошего у тебя умения. Не подходите. Почему вы не даете мне? Что за люди такие? Я хочу зарплату. Подождите, надо же поработать. Нет, я хочу уже сейчас. Это только про зарплату, но говорят. А тут мы такие, хотим Бога в сердце. Общаться с Ним, обнимать Его. Бесплатно. А делать ничего не хочу. Вам даже на работе не дадут денег, если вы ничего не будете делать. Без труда не вынешь рыбку из труда. Просто работа там, и работа в сознании Кришны, там и там она есть. Но она по-разному протекает, и тут надо работать над сознанием. Если человек, здесь говорится, всем допреданный, они что хотят? Они хотят желания, у них желание лично уйти в Господа, обнять Его, наслаждаться, трансцендентные эмоции испытывать, но не хотят обладать необходимыми для этого качествами. Такие третисортные преданные должны понять, раз и навсегда, что до тех пор, пока у человека остаются материальные привязанности, он не сможет увидеть Господа. Несомиссивая. Способность видеть Господа, это не такая дешевая вещь, чтобы профессиональный чтец Бхагавута мог наградить ею псевдопреданного материалиста. Профессионалы никому не могут дать трансцендентное видение, поскольку не достигли освобождения сами и не заинтересованы в освобождении своих слушателей. У нас, может, не актуально сейчас, у нас нет, знаете, тренд Шимат Бхагавута, сейчас везде, в интернете, Шимат Бхагавута, везде. Такого нет. Есть там какие-то другие тренды, и то непонятно. И вот оно в Индии есть такое. Люди знают, если человек слушает Шимат Бхагавута, это очищает его от грехов, а это же у всех актуально, да? Все же грешные. Грешные. Освобождает от грехов, карма улучшается, и вот надо семь дней просто помучиться немножечко, помучиться семь дней, и тогда все произойдет. И тут как раз появляется человек, говорит, я тут читаю Шимат Бхагавута, и они вот слушают, и что они хотят? Они хотят просто избавиться от греховных последствий, а этот мужик что хочет? Заработать денег. Итак, чем он может поделиться? Он может поделиться своим желанием заработать денег. И вот он его транслирует, говорит, ребята, надо зарабатывать. И про Кришну. Смотрите, Кришна как зарабатывал. И все его, вся его Кришна лила проявляется в том, что смотрите, как он наслаждался, ничему не следовал, следовал просто своему сердцу. И вот Кришна, в его, в его изложении Кришны, это такой плейбой просто. Он говорит, да, повезло же этому Кришне, когда же я стану тоже Кришной. Ну ничего, сейчас от грехов я избавлюсь, и у меня все получится. Вот и все, что они получили. Да? Они не получат сознание Кришны, они не любятся в Кришну, они не очистят свое сознание от материальных желаний. Потому что такой псевдопреданный, он сам живет эгоизмом, и он транслирует этот эгоизм, и всю Кришную лилу подает именно таким образом. Им движет лишь желание сохранить свой материальный статус семейной привязанности зарабатывать на своем искусстве и побольше денег. Они классно рассказывают, вы даже не представляете. Рассказали, видели? Я вот то, что тут с бумажкой сделаю, ты говоришь, да, там просто спектакль такой, там слезы текут, подыгрывают на вот этом вот инструменте, плей там, какие-то эффекты, какие-то вот люди, театрализованы все. Просто, знаете, так вот погружают, погружают. Ну, в итоге я ощущаю. Эстетическое какое-то можно получить на срождение, но и на духовное. Махараджу Паликшиту оставалось жить не более семи дней, однако другим он советовал слушающим Адбхагаватам постоянно. Тут советуют не семь дней, типа очистился, а потом уже, ну, когда стал Кришной, можно уже оторваться. Нет, он говорит, каждый день нужно слушающим Адбхагаватам, при том слушать его, от человека, у которого нет материальных желаний. Шивопрупады, есть комментарии Шивопрупады и его последователей, которые следуют за Шивопрупаду. Постоянно с усерднием и преданностью это даст человеку возможность в скором времени увидеть Господа, Шивопрупады в своем сердце. И все же все преданные думают, что они могут увидеть Господа, не утруждая себя регулярно слушающим Адбхагаватам и не отказываясь от корыстных материальных желаний. Им кажется, что для этого достаточно одной их прихоти. Однако это не тот способ, который рекомендует авторитет, в частности, Махараш Парикшит, принести человечеству, может принять, извиняюсь, Махараш Парикшит, выслушавший весь Шивопрупад и получивший все благо, которое может принести человеку слушание этого великого произведения. Итак, Шивопрупад, Шивопрупад, цель этого произведения, когда сначала слушаешь Шивопрупад, от того, кто понимает Бхагаватам и делает это постоянно. Почему нужно делать постоянно? Потому что, как только мы выходим в мир, то со всех сторон мы начинаем говорить другие вещи. Начинаем говорить. Замечательно, да, как меняется сознание? Я выхожу из Ашши, думаю, ну все нормально, ну все нормально. И тут я вижу плакаты, они говорят, надо быть успешным, надо быть таким, иди по головам других людей, главное быть успешным в любом способе. Я начинаю смотреть, у меня в уме уже такие вещи появляются, ну да, в принципе, тут вот так, и вот так, откуда это берется? Ну понятно, еще в сердце есть, оно вытаскивается, оно в сердце есть, а тут еще внешние вещи вытаскивают. Поэтому ум надо, или мозги надо промывать каждый день. Каждый день. Мыть их, знаете, как люди челюсть моют, потому что оно засоряется, оно засоряется все, оно засоряется эгоизмом, он говорит, нет, ну подожди, ну вот тебе же что-то должны, ну ты же там, ну ты же там их развлекал, ты же им там что-то рассказывал, они говорят, все нормально, теперь они должны мне, ну хотя бы похлопать, что-то должны они мне. это майя, это майя. Но, а как это очищать? Для этого нужно слышать о бескорыстном, чистом бхакте. И Шима Бхагаватам полон историй о том, как Кришна ведет себя. Причем, что там привлекательно, ну просто книга, ну просто история. Нет, там описано, описано то, как ведут себя люди в духовном мире. Как ведет себя, как ведет себя Господь, там везде, он одинаковый себе везде видит. И когда мы слышим об этом, происходит две вещи. Смотрите, как Шима Бхагаватам очищает. Во-первых, если мы говорим очищает от реакционного 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 вы сказали, что у вас большая тренировка, вы можете и по два часа сидеть, да? Я буду испытывать большое терпение до конца, но интересный сейчас будет момент. Смотрите, каким образом, каким образом происходит за счет Бхагаватам очищение. Очищение, первый момент, это то, что большинство людей интересует, очищение от греховных реакций. по закону кармы, когда мы совершаем поступок негативный, негативный, значит, боль кому-то причиняем, обманули, сказали одно, сделали другое, это возникает реакция в форме боли. И часть реакции, она приходит прямо сразу же. Кому интересно про карму, просто посмотрите мой семинар коррекции негативной кармы в Ютюбе, там, вся тема это раскрыть. Теперь, частично реакция приходит сразу. Допустим, если я выпью воды, то часть реакции приходит сразу. Какая? Жарь, да. Но часть реакции придет через полчаса. И точно так же, точно так же. Если человек совершает, вот он обманул кого-то, какая реакция приходит сразу, когда он обманул, ну, своровал, допустим, какая реакция приходит сразу? Нет, нет, сразу приходит реакция. Деньги? Классно? То есть, человек сразу получил деньги и он такой счастливый, говорит, смотрите, работает, вот работа, вот как надо жить. Вот он выпил воды, утолил жажду, а потом что произойдет? Потом, смотрите, потом вот это то, что с ним должно произойти, оно висит, ну, то есть, может поймать его в этой жизни, может не поймать, это не так важно, но вот эта реакция на то, что он обманул человека, украл у него, она висит, и как только он оставляет тело, очень много реакций, оно придет только в следующей жизни, вы знаете про это? В следующей жизни. И это, со мной стороны, было восстановление, потому что мы сейчас, зная об этом, можем здесь немножечко подкрутить, чтобы потом не было, но с другой стороны, это сделано так, чтобы люди, которые хотят делать все, что им захочется, чтобы они могли реализовать свои желания. Представляете, если бы реакция мгновенно приходила? Вы просто взяли чужое, и уже без руки остались. То есть, коснулись, а руки нет. Как я могу реализовать свои желания, делаю, что хочу, мне за этим ничего нет. Так и сработало. Поэтому для людей, которые хотят это реализовать, Кришна специально так устроил, что реакции приходят не сразу. Одно из объяснений, а у нас еще другие объяснения. И поэтому висят эти реакции, висят эти реакции. И те, кто немножечко уже там с окловедическим соприкоснулся, он начинает соображать, а ведь это же все потом, она меня свалится. Один момент, второй, а уже что-то валится, можно делать все что-то валится на меня, потолок уже валится, можно как-то подпереть это. Ему говорят, надо делать хорошие поступки. Когда мы совершаем хорошие поступки в этой жизни, то реакции за эти поступки чуть-чуть, до какой-то степени могут нейтрализовать негатив то, что я заслужил в прошлом. Но мы же скорректировали эту карту. Я понимаю, объясните мне, как делать хорошие поступки. Говорят, ну надо там сажать деревья, надо бабушек переводить на зеленый свет через дорогу, надо кормить кошечек, надо там еще что-то делать. Хорошие, не эгоистичные, эльтруистические поступки делать. Человек понимает, ага, ну надо делать. Так вот, принны, Шридвата, свакатха, Кришна, пунья, шравана, киртана. Этот стиль говорит, и Шриман Бхагават, вторая, первая песня, вторая глава, Шриман Бхагават, не помню сейчас, шкурный номер стиха, этот стиль говорит, что само по себе слушание Шриман Бхагавата является пуньей. Сва, как та, Кришна, пунья, шравана, киртана. Пунья, значит, само по себе будет чистиво действовать. Почему? Потому что Кришна законы кармы так устроили, законы кармы так устроили, что когда человек идет в сторону эгоизма, вниз, его начинают наказывать. Когда он идет в сторону отдавать, его начинают награждать. Но конечная станция, зачем Зачем так устроен закон? Любить Бога. И если человек идет в сторону любить Бога, его награждают. Даже если это в начале называется, сделать что-то ближнему хорошо. Это все равно в ту сторону немножечко. Поэтому награждается, его накармливает. В сторону Бога идет. И если уж человек напрямую слушает о Боге, насколько это круче, чем просто накормить кошку. Рыбкой. Насколько это круче, чем построить. Я не знаю. Дом престарелый. Потому что все это просто, это все это в ту сторону. Чтоб человек научился отдавать. Но в конце концов, зачем он хочет научиться отдавать? В конце концов, законная карма хотят ему научить. Пойми. Типа природе, слуга Бога. И если человек уже что-то делает с Богом связанным. Само по себе. Это настолько благочестивая поступка. Что те грехи, которые он должен получить. Реакции за свои поступки. Они уничтожаются. Поэтому, если человек нечаянно слушает о Боге. Нечаянно. Он даже не представляет, насколько это его очищает. До тех пор, пока он не начнет это эксплуатировать. Когда уже на Махарадха. Когда он думает, ой, сейчас я послушаю о Боге. И мне не будет ничего за это. За то, что я там обманул кого-то. Тогда будет еще больше. Потому что человек. Раскорбляет Бог. Что же говорить о людям? Если человек даже случайно слушает Шимадбхагву. Даже просто прикасает к Шимадбхагву. Не понимая, что это такое. Просто купил книгу, поставил. Когда он не представляет, сколько реакций к нему не придет. Говорится, если Святое Имя повторить. Одного повторения Святого Имени. Столько грехов. Сколько он даже не сможет совершить. Уничтожать. Но это только часть очищения. И не самое главное. Самое главное очищение. Это очищение ума от эгоизма. Хридянтасто хямадрани. Когда. Абадра. Абадра значит вот это вот. Для себя. Обманут. Ненавижу. Убрать тех, кто меня не слушает. Всех убрать. Все слушают сюда. Всех остальных слушают. Убрать. Это все уходит из сердца. И это как-то сложно. Вот все из вас. Большинство здесь пытаются. Как-то работать над своим умом. Вспоминать ум. И вы говорите, нехорошо это делать. А оно делается. И ты даже не замечаешь, как это происходит. Всегда вспоминаю пример. Просто очень яркий. Я проводил кулинарные курсы. И она. Значит там вот я говорю. Нельзя кушать. Когда мы готовим. Нельзя кушать. Вообще нельзя кушать. Все понятно. Если женщина ест. Я говорю, что вы делаете? Я говорю, что вы делаете? Ну едите. Я? Да. Я не ем. Она даже не замечает. Она даже не замечает. Она не замечает, что она ест. Я просто раз и уже что-то делаю. Я даже не замечаю. На сердце как-то плохо становится. Мы говорим, Кришна, опять я это сделал. И опять его вновь. Кошку с людьми покормил вовремя. Вовремя. Вот опять я соседам налил воды на потолок. Почему так происходит? И она не уходит. Она когда человек. И это сложно. Потому что нам этот вкус нравится. Почему из сердца так трудно убрать эту абадру? Потому что она нравится. Я говорю, как его зовут? Юра. Вот Юра, вам нельзя курить. Он смеется. Потому что он уже не курит. Но когда человек, который курит, скажет, нельзя курить. Он говорит, ну почему нельзя курить? Потому что Кришна Боговития нигде не говорит, что нельзя курить. Где он говорит, Боговития не надо курить? А если вот с таким фильтром, то нужно? Нельзя вообще курить. Да нет. Но вот если вот с таким вот специальным, если он может сук такой сделать, чтобы никотин не проходил, то можно вот с таким? Начинает накручивать. Начинает кучу вопросов. Начинает все так усложнять. Ты ешь шоколад? Почему нельзя шоколад есть? Ну что там такого в нем? Да у меня нет проблем, потому что я его не ел. Я его не ел. Но если скажут, вы знаете, вам нужно отказаться от Самсунга. Почему? Где Кришна говорит об этом? Сразу же кучу вопросов возникают. Согласны? Поэтому на так эти анархии, вот эти привязанности, они такие сильные, они прям зашиты в сердце. Вы представляете, если вот к вам пришить вот кожу вашу, чувствуете дальше? Взять иголку с ниткой. И вот так проткнуть кожу, да? И вот пройдите иголку, и пройдите нитку. И привязать туда вот ваш этот Самсунг. И прям вот зашить его туда. И кто-то говорит, отдай мне Самсунг. То есть и тянет прям. Он у вас кожу с мясом тянет. Аааа! Вы прилепли, как всегда. А говорят, отставьте все привязанности. Как их оставить? Еще с ума сошли. Они же пришиты ко мне. Они даже не к коже пришиты, они к сердцу пришиты. Эти нитки не в руку, а в сердце вшиты. И как оно убирается? За счет чего это произойдет? За счет того, когда мы слышим, когда мы слышим, как ведут себя личности и духовными. Когда мы видим, как ведут себя преданными. И глядя, как ведут себя преданными, что мы можем понять? А насколько же Кришна ведет себя по-другому, да? Чем мы. Если даже преданные, если даже преданные, они... Преданные просто показывают кусочек того, насколько Кришна себя ведет. По преданным мы можем понять, что можно быть счастливым совсем по-другому. Если нет преданных, шансов никаких нет. Если мы не слушаем преданных, если мы не видим преданных, никакой вот все это, все, что в книжках написано, невозможно сделать. Потому что здесь пришиты прямо в сердце эти привязанности. И чем-то читая на одной лекции, там вот в себе у человека, говорит, почему никто не следует Библии? Я говорю, ну вы за всех не говорите, а не за себя говорите. Ну вот, ну почему мне сложно следовать Библии? Я говорю, а... Вы сами подумайте, почему вам сложно? Говорит, ну потому что я не верю. А почему вы не верите мне? Что я не видел людей, которые исчастливы? Потому что они следуют с Нимой. Говорит, ну и поэты. И когда мы не видим, и хорошие вещи написаны, а в Багово гидте хорошие вещи написаны. В общем, а в Багово хорошие вещи написаны. Но когда мы не видим, что это правда, есть такое, у нас никаких шансов нет. Мы даже, может, даже попытаемся, но прочитав книги, во-первых, мы не поверим сначала, потому что слишком... А ты сразу, что, мне надо теперь отдергивать, что ли? Не поверим. Но даже если вдруг мы чуть-чуть поверили в это, что мы мечтаем о чистых отношениях, о чистой любви, о бескорыстии, да? Хочется в это поверить. Ну вот, ну как бы, мы чувствуем сердцем, что это вот оно про то. О том, что я о чем мечтаю. Это наша природа, потому что. Я даже попытаюсь, но вот эти привязанности не говорят. Нет, нет, мне с ним не хватает. Но когда я вижу человека, который счастлив от того, что он отдает себя Богу, и что это реальное ему приносит счастье, слушай, ты что, прям реально, что ли? Говорит, это классно вообще. Повторяешь мантру, и так здорово. Отдаешь себе Кришне полностью, надо думать во время джапы. Недавно у меня был случай, смотрел на предназначение, он повторял джапы, говорю, я что-то там боролся с умом, что-то там он мне объяснял опять, какую лекцию читать, надо в следующий раз. Он мне такой, мимикрировал, по-прочтал. И он, ну, как бы, он не может уже так сказать, ну, знаете, вот посмотри, ну, это ж грубо уже слишком. Он мне говорит, знаешь, наверное, надо лекцию рассказать, как святого имени, как-то она внимательна. Давай сейчас подумаем, о чем он говорит. Я посмотрел, я рядом с него предназначение, я посмотрел на его лицо, и мне прям стало так неудобно, за всю мою джапу, а за мою предназначение повторяет, очень внимательно. Он закрыл глаза, он весь вот в этом повторении, он весь в этом звуке находится, он отдает все свое сознание, этому звуку, себя Кришне отдает. Я говорю, это как неудобно стало, господи, я уже столько лет, а я Кришничаю тут. И надо что-то делать с этим, ну, ты что вообще? Вот это что я, я же привязан. Я понимаю, с умом не договориться, надо просить Кришну. Кришна, помоги. Да? Никогда таких примеров нет, это нормально, а что делать? Ну, все так. Поэтому, да, лечение, очищение ума, происходит, когда мы слушаем людей, которые привязаны к преданности, к чистой преданности. Для кого это реальность, для кого, может, нереальность, хотя бы мечта. Мы не будем друг друга обманывать, может, мы еще не живем в этой чистой, бескорыстной любовью Кришны, но хотя бы мы мечтаем об этом. Хотя бы мечтой поделиться, да, вот, заразил нас какой-то чистый рачнав, и, может быть, я не могу сказать, вот, Кришна потрясающий, могу сказать, я вот мечтаю увидеть этого потрясающего Кришна, но это хотя бы правда, да, это правда. Что, Гуру Дев, Гуру Дев, я слушаю, я слушаю лекции, а Гуру Дев рассказывает, я думаю, ничего, это же все правда, это же правда такое. Это же, я так думаю, вот гипотетически, если представить, то есть действительно, такая личность есть, это же здорово, да, но эта вера берется чистой. и так чистый преданный рассказывает Шимад Бхагават, и за счет того, что он вкус этот передает, то, что происходит с нашим сознанием, в нашем сознании поселяется интерес, сначала интерес появляется, что может быть, действительно попробовать так жить, говорят, что Кришна существует, и говорят, он действительно, вот так заботится о своих преданах, это маленький интерес, а теперь смотрите, у человека появился маленький интерес, как растить этот интерес, продолжать слушать, поэтому говорит здесь Шима Прабхупада, каждый день надо слушать об этом, потому что если не слушать об этом, там вообще-то другое расскажешь, и там начинает расти другое, а вот то, что вот этот интерес появился, он там остался, на этом пути нет потери, он остался, когда тут выросли эти бури ломы, бури ломы, все эти колючки, которые вырастали, и так все будет, раз, и ничего нет, ничего нет. Поэтому каждый день мы слушаем Шима Прабхупада, я вам очень рекомендую, если у вас есть наушники, то надо втыкать лучше, даже если у вас не хватает сил нажать на кнопку, хотя бы просто, пока носите плеер, в какой-то момент просто нажать, я сейчас сам тоже так делаю, тоже заразили, промочали, что утром, люди говорят, где нам время взять, утром все равно мы полчаса тратим, да, там туалет сходить, там помыться, ну вот это вот все, просто надо купить наушники, если эти наушники, они будут непроницарены, и главное сейчас идет то, что я их не продаю, но... убирать эти наушники, они стоят там 5 рублей, убирать эти наушники, и вот просто, вот вы встали, да, еще не надо думать, в этот момент не надо думать, просто раз в раз одевайте наушники, и включаете, все, и идете, и идете, куда вам надо, просто, и даже шнур не мешает, вот этот вот наушник, ничего не мешает, руки свободны, что хотите делать, но уже в ушах у Баршива Павлакана говорит, повторяй Харе Кришну, и ты будешь счастлив, все, полчаса шрабану каждый день, едете в машину, понятно, только туда, сюда, ну пусть хоть фоном это не играет, отдельно могу научить, как эффективность повысить, но это позже, и так шрабану очень важен, особенно если вживую, можно слушать, ващнау, нельзя терять время, такую возможность, если есть возможность, надо вживую слушать, надо обсуждать, да, как здесь говорит, слушать, обсуждать, пытаться понять, и когда мы так будем делать, то вот эта вот мечта, о чистом бахте, она постепенно будет увеличиваться, вначале человек думает, ну это невозможно, это невозможно, это невозможно, слушай просто, слушай, а у Даря Дамы пробыл, такой вопрос поднимает, а вот как вот делать, если не получается, он спрашивает, а сколько вы слушаете, мы лет, два месяца, подождите, послушайте пять, а потом обращайтесь, а? мы не слышали такое, да? ну он часто об этом говорит, ну то есть это работа, и вначале нам кажется, это невозможно, но благодаря общению, не любому общению, не нужно путать, иногда мы путаем общение с преданными, и тогда мы собираемся, и говорим о работе, это не общение с преданными, они могут быть преданными, но в этот момент, мы никак с преданными с ними общаемся, общение с преданными, это тот момент, когда мы Шримад Бхагават, мы посчитаем, об этом, говорит также Шримад Бхагават, сейчас не вспомню санскрит, но нам объясняют, общаться с преданными, надо научиться общаться с преданными, обсуждая Кришна-хатху, при том не свою, там, фантазию Кришна-хатху, а брать, именно, то, что Ачайлина говорит, то, что Гуру нам рассказывает, его настроение, его мечту, вот эту мечту, которая в нас все идет, обсуждать какие-то вещи. И теперь давайте, уже почитаем Шримад Бхагават, и Шримад Бхагават описывает нам, как ведут себя преданные, чем движимы преданные, и преданные ведут себя так, только потому, что Кришна так себя ведет, невозможно проявлять чистую преданность, а ради интереса, попробуйте, попробуйте, детей растите же, да? Нет, вы будете расти, кто-то растит. И вот смотрите, вы хотите научить ребенка, чтобы он любил своих родителей. Как это сделать? Любить своих родителей. Во-первых, еще, ладно, еще как можно сделать? Любить своих родителей. Любить своих родителей. Любить означает, знаете, вот, мне это не выгодно, но я для тебя это сделаю. Вот как, вот этот маленький человечек, вот он, маленькие детки здесь бегают, он там раз, вышел, дверь не закрыл. Он не заметил даже, у него сознание не развито. Он не понимает, он не понимает, что это кого-нибудь, кто-то может беспокоить. У него сознание не способно это пока понять. И вот теперь, я возмущаюсь, ты что не закрыл дверь? Он пугается. Он же не знает, что надо это делать. Может, знает, но пока не хватает ресурса, ну, вот это дело. Я говорю, ты что бы закрывал дверь, ты понял? А-а-а-а, понял. И кто выриспит у нас? Закомплексованный человечек, которого не любят, которого заставляют что-то делать. И как он будет со своими детьми обращаться? Точно так же. Поэтому, один из, одно из, объяснить, что такое родовая карма, да, это передача одного и того же страны. Это не единственное понимание родовой кармы, но одно из них, что в этой семье, вот так же его воспитали, вот так и будет, и вот так и будет. И вот этот сценарий, он просто передается, а что вы хотите? И вот все в этом роду, они вот так, не закрывают дверь. В Москве ведро приедет, оно само закрывается. Ты что, из Москвы, что ли? И, смотрите, если преданные себя, вот если мы видим, как ведут себя преданные, мы сейчас будем читать преданные, мы видим, как ведут себя преданные. Преданный все оставил, почему преданный ведет себя так? И, знаете, он так с радостью все оставил, вот мне ничего не надо, Кришна, я просто хочу служить твоим отыскным стопам. Вообще, звучит унизительно. Это как-то вот, ну, для людей привычный, да? С твоим отыскным стопам, то есть мы представляем ноги человека, солидного человека, представляем, который падает к ногам и говорит, я буду вот твоим ногам служить. то есть вот настолько он себя вот так вот унизил, да? Теперь представьте, вот человек, его никто не заставляет, никто с пистолетом не стоит. Никто ему говорит, если что, ты смотри. Никого нет. Он не видно, не видно, не видно на лице, что его, ну, побили, да? Что его заставили, что его как-то вот, ну, нет ничего, подкупили, ничего вообще не обещают. Из-за чего он может так делать? Может нормально человек так сделать? Когда? Из любви. А из любви на пустом месте? Вы можете ради микрофона это сделать? Это упасть в микрофон, ой, дорогой микрофон, знаете, лбом вот, по вот так вот, микрофон, ну, оно очень странно. Если вы не видите там что-то такое, что у вас просто очаровывает, вы не сможете это сделать. ну, если только денег не заплатили. Ради денег люди готовы там и что только не делать, да? Так, смотрите, денег не платят. Год побежали, денег не заплатили. Говоришь, он не обещал ничего, когда он нам предложил там что-то там, нет, это там, не были такие тонкости, но одним словом, намек был на то, что я хочу что-то вам за это дать, одним словом, ты за кого-то держишь? мы просто так это делаем, мы бесплатно это делаем, а какая зарплата? Какие блага? Да? Когда Прохладу Махараджу, Гарисим Хадеев предложил, попросил мне что-нибудь, Прохладу Махараджу расстроился, он говорит, я думал, ну, подожди, я же, я же этот, какой же ты, какой же ты господин тогда? какой же ты господин, господин не платит, хороший момент, господин не платит, знаете почему? Почти так всего. Потому что нет, потому что он, за вкладку, Александр, Алексей, Алексей, говорит, хорошая лекция, вот вам 5 рублей, то есть он оделся, 5 рублей дали. Все, отойди от меня, все 5 рублей, тебе дали, что тебе еще надо? Дальше сам о себе беспокойся, тебе дали 5 рублей? Все. Господин это кто? Полностью берет на себя заботу. Поэтому, когда Хрисим Хадеев сказал, ну нет, что для тебя сделать? Прохладу Махараджу, настоящий господин такие вещи не говорит. Настоящий господин просто себя отдает своему слуге. Настоящий слуга не просит зарплаты. То есть он продает. Что за слуга такой? Он просто продал свое время и все. Он на самом деле не слуга, он просто чуть-чуть заработал и пополагает Богу. Настоящий слуга, он отдает себя целиком. А настоящий господин отдает себя целиком. Почему преданные могут вот так служить злотосным стопам? Почему они могут так служить? Потому что Кришна себя вот так дает преданным. И когда преданные обалдевают, просто Бог, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты же Бог. Ты же самый главный. А кто такой? А просто маленькая атомарная частичка, какие-то мириады. и ты ко мне вот так вот вечно. Они с ума сходят. Эти джи выходят с ума. Понимаете? И вот то, что написано в Шимат Багаватах, это как джи сходит с ума от Кришны. И как Кришна сходит с ума от того, что он служит на своем плене. И когда такого наслушаешься, вы можете меня возьмите, а? И что тогда мне как-то тоже хочется? Ну давайте тоже попробуем чуть-чуть меньше есть. Какие проблемы? Не надо пирожки есть с грибами, но не буду, ладно? Какие проблемы? Какие проблемы? Даже готов на работе честно себя вести. Но раз Кришна тебе нравится, какие дела, ну ладно, ради тебя, да? А это Шимат Багаватах, всем отбагаватам об этом. И вот то, что я вам рассказал, это такая, это чуть-чуть, там ведь глубина есть, потому что понимание, насколько он себя отдает преданный, и насколько преданный отдает себя Кришне, это ведь разная глубина, и насколько там человек понимает, он может донести, а там ведь настолько это глубоко, что даже в разных расах это происходит. И каждый раз это еще больше отдать себя, каждый куда отдать, уже все отдал, у меня ничего нет, ничего нет, все равно что-то есть, все равно что-то припрятывающее. Даже можно физически все отдать, а сердце не отдал. Ум все равно горжущее, сердце эмоций не отдал своей, и даже отдал эмоции, не до такой степени отдал. И вот Шимадбагаватам так важно слушать от преданных, от тех, кто представляет Шилу Парупаду, потому что Шилу Парупаду глубокое понимание. Матхурия раса, Господь Читания, это муж воларасу, насколько можно отдать себе Кришне. И когда Кришна предстает в своем изначальном облике, ведь Кришна с подными пером, он не всем выступит, потому что не все готовы вот такое принять от Бога. Он вообще готов себя полностью отдать, но не все берут целиком. Он говорит, можно мне как-то наличкой? И вот Кришне не нужен целиком. Наличкой дайте мне квартиру чтобы дать здоровье в хорошем. Кришна хочет отдать себя целиком в отхури расе, но не может и он говорит, наличкой дайте мне. Он говорит, и дает наличкой. Да, мне милость Кришне. Какая милость Кришне. Это просто ты промахнулся. Просто ты промахнулся. про оливки я вам рассказывал? Нет? Помните историю про оливки? Вот вы знаете? А кто еще про оливки знает? Вот два чего-то признает. Оливки история в 90-е годы. Мы все раз вспоминали с Борисом Харажей историю. Когда в нашем храме на беговой что-то там около трех месяцев мы ели оливки. Оливок было настолько много, что они были везде. Каждому прихожану выдавали пакетик с оливками. Везде были во всех блюдах кроме фаладов. Принами когда раздавали просад раздатчиков просили а может они без оливки? Вот я узнал откуда эти оливки появились. Эти оливки появились в таких вагонах. Он один чистый прядок. Чистый конечно в те годы с деньгами было ночью. Тем более прядок хотел прядок было много деньгами. Это уже был спад перестали ездить и уже момент когда день перестал быть много. И этот преданный он очень с такой верой похоронялся своим божеством и он готовил я один раз был сидел и пришел к нему в гости представьте себе гостира все чисто на полу ковры они в чехла белых все стирано все мягко убрано ведическая жена которая работает по хозяйству делает художествен рисует Кришна рисует они вдвоем я сижу они вдвоем на кухне готовят для господа отношения они готовят раз в день невероятное количество блюд было приготовлено он приносит на алтарь ставит поднос читает мантры мне надо попеть я понимаю что он делает так каждый раз не только потому что я пришел он не работает на работе такой в смысле менеджмент нет у него есть время но даже если у вас есть время все равно непонятно что мы его тратим он тратит это на это мы стали петь на 15 пели кирта надо прочитать просаду так все говорит все потом положили на тарелке какие-то такие пылочки на которых он на пол ставит столики такие на пол ставит складет мне этот просад я смотрю на этот просад надо помолиться я думаю да надо помолиться мы молимся с ним мы стали почитать просад я ем и у меня мурашки по телу это восторг я понимаю надо есть много потому что такого я не ел то есть ты его ешь и не спать хочется а хочется прыгать это подобно может когда вы пробовали пули просад хотя там такие количества но всегда после этого мы всегда поем пешком километра три идти и мы идем всю дорогу поем и смеемся что-то подобное я вот ем и у меня мурашки по телу обалдеть я ем это мне хорошо что за человек вот этот человек рассказывает чтобы вы поняли примерно что за человек он рассказывает он вышел для господа оливки хотел оливок привез к господу ходит читает джапу четкий рука мешочки ну чтобы времени терять читает джапу ходит Харьи Пишина повторяет везде дорого тут дорого здесь дорого ему как-то и хочется и дорого и как-то вот он решает ну ладно может быть не в этот раз может потом как-то вот идет домой печально немножечко от того что он не смог купить эти оливки и человек откликает мужик тебе оливки нужны голос сверху звучит голос сверху тебе оливки он говорит да пойдем вот они заходят за угол магазина и там стоят ящики на улице и говорят ну бери сколько надо бери вот так же прищунули с ума глаза по руку он говорит аааа оказывается у этих оливок срок годности закончился их нельзя продавать все их надо на помойку но если может вы знаете срок годности там еще два месяца есть по ГОСТу после того как окончается срок годности еще два месяца они должны быть нормальными но ГОСТ уже говорит на два месяца они должны все уже нельзя продавать поэтому продавать их нельзя на помойку везти надо машину заказывать и чтобы не заказывать машину. Они просто вынесли их на улицу. И берите, кому надо. Он взвылет в храм. Алло. Харьков, что-то оливки дают. Нам нужны приезжать в машину, забирать все оливки. Я когда вам рассказывал, думаю, так это по вашей милости. Он печалит. Прошу, ты печаль. Надо было Кришна прямо просить. А не оливки. Нет. Такая история интересная. Почему я ее рассказывал? Шима-бхагавата. Мы берем на оливки. А, да, да. На оливки. То есть вместо этого не прогадать. Не прогадать. И когда мы... Кришна хочет себя отдать целиком, но когда мы слушаем о Кришне, Шима-бхагавата, как он это делает, да? Как преданить себя веду. Как Кришна себя ведет. То тогда в сердце зарождается это желание вот таких отношений. И когда они увеличиваются, это желание, то все анардхи, они вытесняются. Вот за счет этого и происходит очищение сердца. Интерес к таким отношениям становится больше, соответственно, интерес к другим вещам становится меньше. Вот как очищается сердце. Вот это вот. Абадры уходят, благодаря шрамам. Когда такой шрамам есть, то тогда уходят другие привязанности. И я хотел... это было все предыстория. Какой же этот стих? Сейчас. Стих... Почему? Я сейчас посмотрю. А, девятый стих. Десять, двадцать три, девять. Ну, я либо не так долго могу рассказывать, у меня нет полноночий и долго рассказывать, но несколько уроков. Почитаю сразу перевод и комментарий. Браманы выслушали просьбу верховной личности Бога, однако не обратили на нее никакого внимания. Охваченные множеством мелочных желаний, они были слишком привязаны к сложным ведическим ритуалам. Они считали себя знатоками бед, а на деле оказались неопытными глупцами. Комментарии. Эти глупые браманы были полны пустых мелочных желаний. Вроде желаний достичь райского царства и потому упустили драгоценную возможность послужить Кришне, приложенную им пастушками. Сейчас повсюду в мире люди обезумев гоняются за химерой материального счастья и потому остаются глухими к посланию Верховного Господа Кришны которые несет им движение сознания Кришны. Со времен этих браманов мало что изменилось и большинство священнослужителей на земле горды и материалистичны. Эта история случилась много тысяч лет назад. Когда Кришна Верховная Личность появился в этом мире для того, чтобы показать нам об ускорбленных живом существа, как ведут себя души и Господь в духовной реальность, чтобы у нас был прецедент, чтобы привлечь этими нервами, заставить не может. иначе любви нет. Любовь насильно не бывает. Мы сказали Кришне, мы хотим жить без тебя. Слопнули дверью, закрылись в материальном мире, видеть тебя не хотим. Но иногда он всегда хочет сюда прийти, чтобы у нас появилось желание. Иначе он заставляет сюда своих преданных, которые говорят, Кришна, приходи сюда. Он говорит, то убить, зовут. Зовут. А, не зовут, он не может биться, пока не зовут. Когда преданные зовут, он появляется и, общаясь с преданными, показывает и проявляет эти люди. Так Кришна проявил эти люди во время давнии. В этот день они с пастушками как обычно пошли пасти корову. Это, конечно, чудо, пасти с Богом корову. Пасти Сутину. Нет, 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 мы вообще корову пасти вместе. Серьезный человек вообще. Управляет такой большой страной. То есть такие дела делает. Сокровый мост, такой сильный у него такая сила. Так мы с ним пошли пасти корову. Он такой уже не в пиджаке, а так как-то с павлигийом гором разукрашенный. Интимный. Нельзя фотографировать. Личная, это личная жизнь нашего президента. Личная жизнь Бога. На работе он серьезный Бог с четырьмя руками подоставляет, прокинает, доказывает. А тут просто он дома, дома, в шелтом тхоте, разукрашены красками, с пацанами бежит пасти корову. Счастливый, счастливый, расслабиться может. Как он ездит. Бог, как он ездит. Друзья, которые не считают его Богом. Просто наш Кришна. Он такой вот замечательный, такой вот сладкий. На источнике, на книге Кришна можете открыть фотографию. где Кришна движет с душами. И вот они в припрыжку бегом. И в это время Кришна чувствует, чувствует, в этот момент Кришна чувствует преданные, совсем далеко преданные, хотят его накормить. И он, что Кришна голодный. Он генерирует энергию блаженства и счастья внутри. Он делится этим блаженством со всеми остальными. Ему не нужны дополнительные источники счастья. Наоборот, он разделяет счастье всех остальных. Ему не нужно есть, он ничего не хочет. Но ему нравится одна вещь, а любовь, ему нравится, потому что любовь позволяет ему проявить себя. Когда нет любви, я хочу, допустим, дать ему с тобой говорить, я не пью, отойдите от меня. Я не могу проявиться. Но он говорит, да, да, мне очень надо. И притом, знаете, он может сделать такое лицо, мне вообще не надо. ну, вот чтобы вас не обидеть. Я понимаю, ему не надо. Он ради меня это делает. На самом деле, он не любит это. Цветы, плоды, листки, да. Ему не надо этого ничего. Я-то делаю это, но ему не надо. И мне печально, потому что ему это не надо. Он это делает, когда-то формально, ну, знаешь, чтобы тебе помочь, давай, говорит, уже давай. Но когда он говорит, нет, не надо, мне реально, Кришне, знаете, нравятся цветы. Вот из тех, кто из вас, кто поконяется божеством, поконяется божеством, есть лицо, такие, да? Или в храм приходите. Вот, Кришне нравится цветы, реально. Не то, что он так вот, ну, вообще, мне ничего не нравится, но, вот уж принес, да, бадху. Ему нравится. Прям нравится. И когда вы в следующий раз понесете цветы, или будете поконяться божеством, не думайте это, что это просто ритуал такой. Вот эти байшнавские ритуалы, о, сейчас в другую сторону уйдет. Байшнавские ритуалы, они из реальности взяты. Потому что в духовной миле реально Кришне цветы прибрадают. Реально. Они прямо одеты в хути, там, реально. Не то, что вот мы решили, что вот надо в хути ходить. А может лучше ходить, не знаю, фу-файху. Нет. Ритуалы байшнавов взяты из духовной реальности. Это не просто, знаете, договорились мужики, что так будем ходить. У нас тут жарко. Будем ходить в простынях. Нет. Просто в духовной реальности для вкуса, для расы, они находятся. Есть изначальный мир, отражение которого, которого является этот мир. Искаженным отношением, отражением. И байшнавы пытаются вести себя так, как реально там. Они же пытаются войти в то настроение. Поэтому и ритуалы похожи на те, которые там. Что Кришне нравится. Кришне нравится, я говорю, Итак, Кришна не прямо реально нравится, но главное, чтобы там было сделано с любовью. Он чувствует, хочется есть. Это значит, что кто-то хочет его накормить. Кто-то хочет, кто-то с ума сходит, где Господь, где Кришна, где этот пастушок. Мы хотим его накормить, мы хотим ему служить. И он не может не ответить. Потому что у него новый характер такой. Рассказывал в истории про то, когда Кришна превратился в всех мальчиков, пастушков, когда Брама был мальчиков, и телят. Кришна стал в точности идентичнее всем мальчикам, всем телятам. Он даже стал сумкой пастушечьей. Он стал посухом. Он во все превратился. И Бриджабаси, они в их стасе подали, просто касались посуха. Потому что это был Кришна, они не знали, что это Кришна. Он во все превратился, Кришна во все это превратился. Лично он сам во все превратился. Он все смог иметь, сделать точности, кроме одного. Он не мог любить их так же, как любили пастушки. Он любил их в миллионы раз больше. Вот это уже природа, понимаете. Бога такая природа. Поэтому он чувствует, кто-то, вот кто-то любит его, кто-то хочет его накормить, и он не может не ответить. У него приходят мысли. И тут в этот момент так же, когда Кришна голодный, то у пастушков тоже, конечно, журчат. Вы журчат сейчас, нет? Вы уже журчат. И вот как мы воспринимаем журчат? Вектор, надо кончать. Я обычно заканчиваю, ну что-то тогда, ты слушайте внимательно, что-то не заканчивается. И там вот журчит, надо кончать уже, ну что-то там уже, вот экстаз надо контролировать, ну ты чего, вручай сюда не приедешь. Но пастушки по-другому воспринимают. Они чувствуют, журчит у них в животе, они думают, значит у Кришны журчит в животе. Надо Кришну кормить. Но они не могут сказать, Кришна, тебя надо покормить. У них другая, они же друзья, они на равных. Кришна, что-то есть хочется, но читайте, Кришна, мы хотим, чтобы ты поел. Мы хотим, чтобы ты поел, мы хотим тебе оказать это служение, чтобы ты поел. Но звучит это внешне, если не разбираться, просто отцами проголодались и Бога эксплуатирует. Кришна, мы хотим поесть, мы маленькие мальчики, у нас аппетит, мы нагуляли, мы хотим кушать очень сильно. И Кришна говорит, и в этот момент, а Кришна чувствует, кто-то любит его, кто-то хочет накормить его, и он хочет, и он сам может сделать так щелкнуть пальцами, пастушки уже сыты, с неба упадут эти пирожки в большом количестве, не можно было их есть. Но это неинтересно, это неинтересно, это мы, несоображающие в расе, могут просто щелкать руками и все падает. А что это тогда преданным делать? Преданные будут страдать. Если Бог будет щелкать пальцами и все будет падать сверху, то преданные будут страдать, потому что они не смогут выразить свою любовь, они хотят как-то выразить ее, поэтому Кришна чувствует, что кто-то хочет его накормить. И он там, говорится, в Бхагове, он решает пролить милость на жен Браму, которые ходят с ума, хотят его накормить, они никогда его не видели, но они о нем слышали постоянно, они слушали с утра до вечера, нет, неправильно, они каждый день слушали. Жены Браму каждый день слушали, потому что так уж получилось, что их дом находился ровно посредине между Махурой и Вриндаваном. Этот дом, половина этого, мужская половина этого дома находилась на стороне Махуры, а женская половина находилась во Вриндаване, поэтому они жили во Вриндаване. Но каждый день им нужно было ходить за водой, ходить на рынок, покупать какие-то продукты, когда они приходили покупать продукты, они встречались в Риджабасе. Кто заберет камеру кто-то заберет, он заберет, не забудьте. И они встречались в Риджабасе, и те рассказывают, какой, что, кто Микра Кришна вы не думаете, что когда они рассказывают, как Кришна сваровал масло, только вы не думайте, что они жалуются. Только не думайте. Я иногда в начале, когда я только стал в Крены, мне всегда вот как-то казалось, ну так же нельзя. Люди мыли пол, приходит Бог, ну-ка, на свинячек. Как так можно сделать? Я понимаю, Бог, но не до такой же степени, мы же старались. Ну как так? Ты же добрый Бог. И вот это мы ничего не понимаем. Потому что послушки в отца левали. Что такие мать, да? Мать, она вот, беспомощная, неразумная, о ком надо позаботиться, о ком надо позаботиться, о ком свинячек, о ком надо так-то, ничего не понимает. Вот. Матери же такие, да? Кстати, рождается младенький с таким серьезным бочком. Бочком серьезный и и это права на собственность в барашках. Все, все убивает, все материнское чувство, оно просто убивается. Поэтому вот этот шаловливый мальчуган, и они думают, а придет сегодня Кришня воровать моё масло. Они взбивают это масло, у них мысли, придет он сегодня ко мне, придет или не ко мне, так хочется, чтобы он пришел ко мне. И кто больше хочет, никому и приходит. Но если они бэкстазят их, и когда они приходят к Кишоди и жалуются, жалуются на то, что вот знаешь, они вот в темноте, там все, нас темно, и мы там прячемся наверху, но когда приходят твои сорванцы, от них сияние идет, и они все это вот находят, или может убрать с них, снять эти крыши, нет, нет, мы не для этого рассказываем. Ну давайте я их, ну не буду пускать, буду идти прятать, они все равно находят. Да может их отшлепать? Не, не надо. Мы просто делимся эмоциями, понимаешь? Мы, я тебе рассказываю не потому, что ты что-то сделала, просто ты экстаз такой, поэтому тебе это рассказываю. А, а я. Но я, она же их воспитывает, и там дальше. И вот это все, эти жоты браманов, они слушают, и все, на рыбке, и они не видели никогда Кришну, как мы никогда не видели Кришну. Шана Прабхупада нам рассказывает о нем. А они начинают, это не каждый день, они же шавы там, да? Шадая, Шиммата Шадая Нитья, да? Правильно я прочитал? Шиммата Шадая Нитья, каждый день они ходили туда, и каждый день они слушали о нем. Ты что, вот прям вот такой, да, такой, прям у вас живет, у нас живет. У них вот это расслабо. У них вот это расслабо. А они не могли туда пойти. Ну, то есть, думайте, там, женщины, как сейчас, куда хочу, туда иду. Нет, такого не было. У них не было повода, там, искать этого Кришну, им хотелось, но не было, как бы, возможности, тем более, на работу все время. там же эти мужья, они все время, эти яги, они рядом должны находиться, но яги без жопы не бывают, да? Или там уже готовят, этих яг, омываться в четыре раза в день, или пять раз в день, что-то там делать, ритуалы какие-то, там, можно как-то, украшать себе, волосы как-то укладывать, по-особому, для яги, да? Это все каждый день, и некогда, а в сердце растет, в голове, но когда же мы не видели, и Кришна чувствует, он там с ребятами, значит, спасет коров, чувствует голод, у них тоже заручало, говорит, хотим кушать, да, я знаю, где-то покушать, тут недалеко, яги, яги совершают, браманы, они совершают яги, для того, чтобы попасть на райские планеты, сходите к ней, сейчас они на таком этапе своего жертвоприношения, когда они могут покушать сами, и когда они могут поделиться с другими, скажите, попросите их об этом, но я не могу не простить от твоего имени, потому что они не преданы, они не преданы, странная вещь, да, человек следует в ведической культуре, и не преданы, это даже не современные любители ведической культуры, а это ведические любители ведической культуры, которых, у них железобетонная вера, веды, если в ведах написано, постишься на икадыш, будет вот так, у них нет сомнений в этом, они так делают, у них стопроцентная вера, веды, потому что это работают, если они делают яги, здесь не то, что мы там делаем яги, больше как спектакль, как культурный элемент, может как-то прийти, красиво, чтобы было там, успеть Харе Кришна, как Патамалы, надо еще культурный элемент какой-то, ну вот яги давайте сделаем, ну давайте сделаем, нет, они делали такие яги, что все, вот раньше людям брамами, когда делали яги, им надо было, им надо было уходить на работу, они просто делали яги, это палывалось небо, вот на такой степени это работало, в те времена, когда яги было юго-харной, просто люди делали яги, и все, работало, и вот они делают это яги, вот с такой верой, но они не преданы, не преданы означает, что они не признают, что у Бога есть эмоции, они не признают, что у Бога есть желание, что Бог может, знаете, личная жизнь у Бога есть, вот так Кришна говорит об этом, в 9 горе, вы говорите, они не знают, они не знают, это мудхи, о которых там идет речь, не думайте, что это люди с какими-то рогами, хвостом, это также верующие люди, верующие в Бога люди, тоже попадают в категорию мудхи, если не могут признать, не могут принять, что у Бога есть эмоции, у Него есть личность, Бога как закон, как принцип они принимают, но Бога как, ну что, прям с луками ногами, соображаете? Что, соображаете? Такого же не бывает, это же несерьезно, Бог это то, что пронизывает все, Он везде и всегда, Он тот, кто управляет, это принцип, Бог это принцип, а вот он рисуется исправлением пера, это безумие, ну как, вот как вот это исправление пера может везде и всегда быть? А Бог говорит, здесь Он показал, вот для этого Игора Трупа и показал, что может исправлением пера и быть везде и всегда, как не положено абсолютно вести. И вот браманы, вот эти браманы не понимают эту вещь, они не понимают, у них не было минусы во всем, И вот это, когда они приходят, когда мальчики-пастушки пришли туда, серьезные браманы, в очках, все такие бромы сосредоточены, они заливают масло в огонь, хотя в тот момент не заливали, скорее всего, там был периодик. Они приходят и говорят, о земные боги, почтительно, браманы так и вызывают, боги на земле, потому что они представляют лишнюю, они съедят за счет какими-то уста, они принимают пожертвования от его имени, они говорят истину от его имени, боги на земле, Господь, забыл этот стих на санскрите, что браманы это мое тело. И вот они съедят, серьезные, они верят в эти ритуалы, они верят в эти ритуалы, они делают это все. Приходит мальчик, мальчик приходит, говорит, там Кришна и Баларама, пожалуйста, дайте нам покушать, или можете дать нам покушать, потому что сейчас есть возможность, можно сказать, подождите, если я дам вам покушать, сначала он говорит, я должен покушать, я, там, ну, вместе как-то, да, я не могу, я не, нет, нет, сейчас перерыв, вы можете и покушать, и дать нам. Все знали мальчики, сограждали их мальчиками, все знали, открывалось автоматически. А я говорю, дайте нам покушать, дайте Кришне Балараме. Потом видят, браманы вообще, воли носа, не сказали, никогда не нет. И тогда они уже не видят, они вот тогда уже не вайшнанский аргумент. Вайшнанский, давайте Личность Бога покормим, не среагировали нам. Тогда они уже к морали стали обращаться. Ну, мы голодные. И мораль говорит, если рядом есть голодный человек, неважно кто, что, надо накрыть этого человека. Такой закон. Они говорят, там голодные просто. И это даже не приняло этих браманов. И этот стих, он объясняет почему. Почему они не могли признать, что Бог может существовать как Личность? Почему они в голове это не укладывали? Потому что очень сильно они были привязаны к стиминутным каким-то своим интересам, материальным интересам. И чем больше человек на этом сосредотачивается, он, во-первых, вообще Бога может не признавать. А если и признает Бога, ну, Бога как Личность ему очень сложно. Именно поэтому, вот это называется неблагополучестиво. Сегодня мы когда в машину не ехали, да, то я вот говорил, человек вышел, да, из машины. Я говорю, вот у этого человека, видишь, хорошая карма. Ну, лицо, такое умное. Видно, что много денег зарабатывает, скорее всего, какой-то руководитель. Так вот, есть богочестие кармическое, а есть духовное. Так вот, и правдивые, с точки зрения кармы, они более очень богочестие умные, память. Чтобы мантры произносить, нужно специальное горло. Мы не сможем, никто из нас не сможет мантры лидийские произносить. Никто в Москве не сможет это делать. Никто в Калиюгу не может это делать. Потому что надо специальное тело, специальная жизнь должна быть. Чтобы было специальное тело, и тогда там будет такой аппарат, способный произносить правильное лидическое мантры. Поэтому нерожденные в браманической семье не способны произнести эти мантры. У них все это было. Память, да, чистота, дурных привычек нет. Но духовного богочестия нет. Поэтому они смотрят, и пастушки и премиуми говорят, представители, адепты общества создания, которые говорят, Кришна хороший, надо брать, надо служить. Они говорят, они ничего не говорят. Потому что у них не хватает богочестия. Не хватает духовного богочестия. И печальные пастушки, потому что браманы, хоть сказали, хоть поругались бы. Хотя бы поругались. Он говорил, брысь отсюда. Они вообще игнорировали, как будто нет бачки. Печальные, преданные. Ну, а не то, что печальные от того, что не дали поесть. А печальные от того, что, ну, Кришна и счастье. Печальные от этого. Они пришли к Кришне жаловаться на судьбу. И Кришна с улыбкой встретил их. А что бы хотели? Таков мир. Если вы хотите, вы просите подаяния, то будьте готовы, что кто-то даст вам. А кто-то не дал. Это нормально. Сходите лучше к женам этих браманов. Только не надо их пугать, чтобы тут проголодались. Да не предали. С ума послушайте еще. Сходите, что мы здесь. Просто скажите, здесь, если что, пусть приходят. Вот это был план Кришны. Он даже еды не просил. Он сказал, еды не просите. Ну, скажите, что мы здесь, пусть приходят. Мальчики, на всякий случай, когда они пришли к женам браманов, они поклонились этим материалом, у них эта мать, они поклонились им. Они, ну, значит, все разряженные, ну, всех надеждных таких, что яги едут. Там на плитах куча просадок, после этой яги, все вкусное. И они говорят, там в лесу, на опушке, Кришны и Богора. Очень хотят есть. Видите, они уже не доверяли, они просто, ну, чтобы, друзья, понимаете. Ну, чтобы сработало уж наверняка. И вот эти вот, жены браманов, они так разворновались. Знаете, вот, эмоций много, ничего сказать не могут. Вот, забеспокоились и молчат. Пастушкин чешут так вот, говорят, опять ничего не говорят. Все ничего не говорили, не дали мне ответить. Эти ничего не говорят, кормить-то будут вообще? Но они ничего не говорили, они просто похватали, эти горшки. Знаете, вот все. Там, ну, когда сердовольные там хозяева, приезжающие в гости, дорогу собирают, они собирают воду, на месяц. Собирают, чемоданы такие. Ну, как? Ну, ну, это же самолет. Можно покушать, там, лететь на ногу. Или, они собирали возик, воз эти все, еды, похватали это все, знаете, с этими обоськами, да, вот, и в дверь. А там мужья. Вы куда? А мы вот туда. Мы кришне. Нет, так нельзя. Какой кришне? Мужья, дети, отцы. Он говорит, так нельзя делать. И вот это привязанность. Хорошо тут говорить, да, ну, там, надо отдать всю кришне, а тут муж говорит, ну, все, да, убирайся отсюда. Ой, а где я буду жить, а что я буду есть, а кто будет высушивать твой ум? А кто будет эмоциями моих поддерживаться? А мой человек говорит, а как же без работы? А как же без того? А как без за этого? Вот эти материальные, он говорит, а не кришне, да, а эти материальные привязанность. Ты куда? А как же мы? Да? И Гопья, Гопья, послушайте, жены Браман, они просто взяли и пошли. Они взяли и пошли. И они уходили навсегда, потому что назад дороги нет. Их никто, ну, сейчас такого может нет, но раньше, если уходил, уходила женщина, да, то назад уже нельзя было приходить. Они уже могли жить только в лесу. Никто, не забудьте себя. Никто о них не забудьте себя. Вот такая вера. Они никогда Кришну-то еще не видели. Они никогда не видели. Но так как они наслушались о них, они понимали, что на Него можно положиться. Что если просто служить Кришне, ты будешь счастлив. Это вера, это вера, это вера. И они, значит, туда уходят, мужья в шоке просто. Убежали, ну, если бы они были эти Браманы, не стали бежать, это ее выбор, они убежали туда, эти жены Браманы. А там Кришна стоит, значит, обыкатился на Балараму, брата, в руке у него цветок, он махал, на губе крутит. Знаете, у меня где-то есть, не должен быть, да, цвет его кожи был темно-синий, а наряд циркал золотый. С первым павлина в волосах, украшенные красками с разноцветных минералов, и цветочными бутонами, с гель-жилляндой из лесных цветов и листьев, на шее. Он выглядел точно, как танцор на сцене. Одна рука его покрылась на плече друга, а в другой ныртил лотос. За ушами его красовались лилии, волосы не спадали на щеки, а улыбка освещала его лицо, напоминающее лотос. Они прибегают к нему, запыхавшиеся, с этими горшками, для него они все ему отдают, они предполагают, они знают, что он такой, ради него. Они, так как если бы не знали, не смогли так сделать. Они знают об этом, полностью предаются ему, что он знает, что он живет на крыльном. Они все это предоставят, он стоит, улыбается и начинает сверечь точно с того же стиха, с той же строчки, с которой он начал речь во время перетрана Раса Ливы, когда гопли прибежали. В той же ситуации, гопли прибежали, ночью, правда, и он ту же строчку произносит, что и когда общался с ним. всех же слов на тебе. Я так рад, что вы пришли сюда. Как здорово. Вы достигли совершенства, потому что привязанность ко мне это совершенство жизни каждой души. Что на самом деле то, что привлекательно каждому из нас, это маленький кусочек привлекательности Кришны. Вот мы привязаны к какому-то человеку, но что привлекательно в этом человеке? Не тело. Тело же сгниет. Когда душа уходит из тела, тело непривлекательное. Привлекательная душа. Но что делает душу привлекательной? Потому что внутри души находится сверхдуша, которая оживляет и наполняет качествами эту душу. Поэтому привлекателем Кришна. Поэтому вы достигли совершенства, привязавшись ко мне. Очень здорово. Я так рад за вас. Теперь, пожалуйста, отправляйтесь домой. Потому что ваши мужья, они семейные люди, у них работа, они работают брамами. И они не могут выполнять свою работу без жоп. Поэтому им надо как-то помочь им. Отправляйтесь домой. Они в шоке. Вы представляете? Они наслушали себя Кришне. Вот что, вот так вот ему можно доверять. И они доверились полностью. Доверились. И они говорят, мы будем жить здесь с тобой. А он говорит, знаете, домой. Домой. Надо идти на работу. Надо честно выполнять свои обязанности, не обманывая людей. Говорит, Кришна, ну мы хотим для тебя пришли здесь. И там Ишина Ачакравич такур комментирует. Он говорит, ну как вы, у меня вот подруги это гопи, пастушки. Вы же серьезные брамынши. Ну ваку я не знаю, мне ваку неудобно. Они говорят, да ладно, мы не будем твоими возлюбленными, мы просто будем жить как лесные феи в этом лесу. И будем подметать здесь. Когда ты будешь с гопи танцевать здесь, мы будем подметать. Они даже, они не претендовали на близкие отношения с ним. Просто мы будем здесь рядом смотреть на тебя, служить. Тебе и гопи будем служить. Представляете, военном бескорыстие и жестокий Криш. Домой, я сказал. И потом он объясняет, знаете, у Кришны нет страсти, благости и нережести. И что бы он ни говорил, что бы он ни советовал, надо понимать. Это на благо антипред. Он из любви антипредов. Он говорит, вот я смотрю на вас, и я понимаю, что для вас лучше. Для развития вашей привязанности ко мне, чтобы еще больше с ума сошли ко мне, а еще больше сошел с ума по вам, нужно пойти домой. Потому что когда вы будете дома в разлуке, по концу Божества, медитировать на меня, выполнять свою обязанность, думая обо мне, это будет эффективнее, чем вы будете сейчас со мной находиться. Понимаете? Вот чем движим лишний? Ну, ему не проблема. 100 миллионов жен, 500 миллионов, пищит. Какая разница? Он готов, если они готовы. То есть, они были не готовы. И там в комментарии написано, что они достигли, хотя гопи ушли, гопи остались с ним. Он говорит, уходите. На самом деле, если стихи правильно прочитать, санскрит, он не говорил, уходите. Это только кажется, что говорит, кажется, что говорит, уходите. А так, если послушать, он говорит, оставайтесь, вы что? Оставайтесь. То есть, санскрит и так, и так можно было трактовать, которые, стихи, которые он произносит, оставляя гопи. Но, Роман Баранов, он однозначно говорит, вы должны идти домой. Но, те ушли, а те остались. Но, те и другие достигли высшего свершения. Потому что, как лично знает, когда мы не доверяем, я недавно слышал премиума, я уже заканчивал. Я слышал одного премиума, он так вот, знаете, такой, ну, как-то с такой печалью, говорит, вот если бы я был по-настоящему чист, ну что, Гуру Махадаш бы просто попросил меня, ну, повторять, говорит, Лишни, прямый ангел, да, читать Бхагаваты весь день. Но так как у меня столько страсти, столько страсти, он понимает, что весь день Бхагаваты я не смогу читать. Чтобы занять меня, такого страстного человека, он дает разные проекты, чтобы меня занять. Ну, чтобы хоть как-то я мог вот страсти его занять, схожение, и хотя бы, ну, набегавшись по полчаса, почитавшись на Бхагаваты, с таким сожалению, говорил, я ничего не сказал ему, но внутри, это неправильно. Это неправильно. Мы не должны завидовать тем, кто, ну, более продвинул, думает, ну вот если бы я был бы продвинул, это уже зависть. Уже зависть проявляется. Надо понимать, что я такой, как я есть, и Кришна, глядя на меня такому, как я есть, через гуру, дает мне благословение, дает мне служение, которое идеально, хорошо для меня подходит. И это классно, я должен радоваться. Ну, дай такой, такой вот страстный, но то, что мне дали, это самое лучшее, что я могу сделать. Самое лучшее, что я могу сделать. И это хорошо. Это надо, ну, с такой, так же, как жены Брамы, они пришли домой, не в депрессии, что ну вот, мне дали приказ, они ушли, это было их служение. И они выполняли наставление, которое для них именно дал Кришна, понимая, что Кришна, ради ее блага, такое наставление дал. Они выполняли с благодарностью со служением, которое им дали. Радостно выполняли это наставление. Личное наставление Кришны, Кришна запросил их это делать. Они делали это хорошо, свои обязанности, жены, Брамы, все остальное там вычитывали своих людей, жиря в Москве, они во Гриндаване, то, что гуру говорит, жирилась в Москве. Хорошо, что ты хочешь во Гриндаване, поэтому жири в Москве. Это хорошее настроение. Потому что, если ты будешь жить во Гриндаване, ты будешь думать о Москве, это хуже. Ты будешь жири в Москве, думай о Гриндаване. Так лучше будет, так будет лучше. И они достигли того же совершенства, что достигли Гопи. У них не было протеста. Они чистые прядины, чистые прядины, означает, что Кришна хочет вас. Они верят ему, что он на благо им говорит. Поэтому они делали то, что не достигли совершенства. И когда А говорит, ну слушай, Кришна, мы сейчас туда пойдем, она же не примет. Они не перебиваются. Они воспримут. Потому что, когда преданные становятся чистые прядины, и проявляют качество чистой прядности, шубада, шубада значит все хорошие качества, которые проявляют, то люди привлекаются этим человеком. И когда они вернулись туда, никто им слова не сказал. Наоборот, они обрадовались, что вернулись жены их. И благодаря этим женам, эти браманы получили в своем бахте, субрите, их пробил их. И они стали кланяться своим женам. Сейчас не буду спрашивать из вас, кто из вас кланится с твоим женами. Но вот они это делали. И говорится, в Павлу, они отнеслись к ним как к своим гурум. Жены для них стали гуруми. Смотрите, браманы, у них с точки зрения кармы мост, который запоминает все. У них чистота, у них специальные глотки, которые могут произносить мантры. Они с такими удивительными качествами. А женщина, ну, она и в браманической семье женщина. Значит, при разности, у них, значит, ум беспокойный, да? Ну, там и там, это отдельная категория. Женщина, это отдельная категория. И вот, то есть, они варно не входят, они в отдельную категорию. И вы смотрите, дальше слушайте. И вот, эти браманы, которые суперчистые, суперумные, которые вот там, знаете, вот посмотреть, он все понимает, с таким вот, разумом, у них как лазер просто, да? Они кланяются к своим женам и говорят, пусть прокляты наши способности, пусть прокляты мои три инициации. У них три инициации, три рождения, да? Три инициации. То, что ведомы изучали, что яги не проводили, что-то еще есть. Три вещи. Пусть это, пусть это идет в ад, пусть эти яги, все это идет в ад, бессмысленно, потому что мы, у нас ничего нет. А эти женщины, эти простые женщины, Бог приближал к ним, вернее, захотел, чтобы они приближали к нему. Это же надо, это же, они святые, они святые, а кто мы такие. Хороший пример, что сознание Кришны не зависит от интеллекта. Сознание Кришны не зависит от того, чистый мы или грязный. Сознание Кришны не зависит от того, хорошего у нас кармана или плохого у нас кармана. Много денег мы зарабатываем, мало денег мы зарабатываем. Оно от этого не зависит. Оно зависит только от одной вещи. От того, Наслушался человек Кришна или не наслушался? Браманы, у них одна проблема, они не слушали Кришна. Альроны Браманов, они слушали Кришна это постоянно. Влюбленных в Кришну, Кришна это. И благодаря этому у них развилось, у них не появилось новое, они стали математиками, они стали запоминать веды, там, вот, все так, да? Нет, нет, не они продолжали там по хозяйству все дело. Но у них привязанность возникла. И они спасли себя, и они спасли своих мужей. Да, мужья стали преданными. Но так как они были начинающими преданными, то есть во Вриндавы на них не побежали. В конце заканчивается эта история. Они захотели увидеть Кришну, но побоялись Камсу. Потому что Камсу, у него же это как в ХГБ, у него без истей были свои мистические шпионы. И если бы они побежали во Вриндавы, наверняка он узнал. Они забоялись, а вдруг он нас убьет? Поэтому они не побежали во Вриндавы. Хотя Гопи, родители, жены их, они, несмотря на то, что просто прошли, в этом роде начинающие преданными, хотели бы достигнуть совершенства. Имитировать нам тоже не надо, но надо понимать, что это будет. Так эта удивительная история показывает нас, на что готовы преданные ради Кришны, и на что готовы Кришна ради своих преданных, а также важность, важность шрама. Если мы слушаем Кришну, мы никогда не видели его в этой жизни. Если мы будем слушать Вриндавы, то их привязанность к Кришне будет попадать в наше сердце. Если делать это регулярно, оно будет расти. Тогда сердце будет очищаться от других привязанностей. И в какой-то момент это станет настолько сильным, что Кришна, на вся коров, скажет своим друзьям, и скажет вам, сходите и попросите покушать вот в тот дом. И они придут к вам и скажут, там Кришна на лупянке. В красных войне там Кришна. Кришна ждет там, и вы бросите все, и вы вертите, да, как и есть Кришна. Продолжение следует...